Небольшое, но практичное видео. Я в последнее время общаюсь много с мужчинами, которые задают один и тот же вопрос. Ну, в общем, этот вопрос связан с тем, чтобы выехать за пределы Украины, спасаясь от войны. И обычно ситуация такая, что женщины уже находятся за границей, вместе с детьми иногда это происходит в некоторых семьях. Как правило, я даже так сказал. А мужчина, ну, поскольку легально не получается выехать мужчине, он вынужден искать нелегальные способы, как выбраться из Украины и попасть на Запад. Однако, ну, и они обращаются ко мне не просто за человеческим советом, но также потому, что я всю свою жизнь проработал в юридической сфере и немножко понимаю, как оно все устроено. Но, давайте с вами разберемся. Просто я подумал, ну, наверное, это актуальный вопрос для всех, для тех, кто сейчас в вынужденной разлуке находится со своей семьей. То есть мужчина в Украине, а женщина вместе с семьей на Западе. Я хочу сказать два слова. Первое слово – это эйфория, а второе слово – это паника. Я думаю, это нужно прежде, чем принимать решение, прежде, чем принимать решение о том, чтобы уезжать куда-то или не уезжать, тем более используя какие-то нелегальные способы или полулегальные, ну, если они вообще такие существуют, они либо легальные, либо нелегальные. То есть, видите, со всех сторон атака идет. Значит, нужно задуматься над смыслом вот этих двух слов – эйфория и паника. То есть, естественно, все еще люди пребывают в панике от этой войны, потому что все украинцы ждут ударов, прежде всего, ракетных ударов. Мы видим, что они происходят иногда. Ну, и вот я с вами разговариваю, тут тоже сирены включаются иногда. Значит, видите, ну, мне это напоминает Курукшетру, где все дудели в свои раковины. Каждый раз, когда я слышу сирену, я слышу ее несколько раз в день, я вспоминаю Курукшетру, когда Бишмадео и все остальные, кто там собрался, дули в свои прекрасные раковины. Ну, это так, я отвлекся. Значит, вот, это свидетельство тому, что все еще в Украине продолжается угроза именно воздушной атаки крылатыми ракетами дальнего действия. Они там летают сейчас, в принципе, их можно запускать с любой точки России, и она будет долетать спокойно до Украины, до любого места в Украине. И где сейчас безопаснее – в Киеве или где-нибудь во Львове или в Ужгороде. Ну, вот, вообще непонятно, на самом деле, где безопаснее. Везде опасно, по большому счету. Но, с другой стороны, конечно, на фронте, на самом уже ситуация поменялась. Ну, мы видим, что происходит, как бы. Но, что я хочу сказать, что я замечаю, возвращаясь к нашей основной теме разговора, я вижу, что люди, мужчины, как бы, они имеют такую вот, знаете, надежду на то, что будет все хорошо, когда они приедут на Запад. Я думаю, что многие из них просто никогда не были на Западе, и создается впечатление, что сейчас кто-то кому-то будет там нужен. Забываю о том, что существует, прежде всего, языковой барьер. Здрасте! Языковой барьер, культурный барьер, это тоже, ну, это даже еще, пожалуй, более сложная ситуация, нежели языковой барьер. А финансы там, на западных странах предлагают сейчас, конечно, там по 300-350 евро, я не знаю, финансовую помощь. Ну, как-то там помогают. Очевидно, все это есть на данный момент. Но будет ли это через полгода, каждый раз, каждый раз нужно строить свою жизнь, ну, в контексте дальносрочной перспективы. И я недаром говорю, что только паника, поскольку кроме паники, также еще существует вот это состояние эйфории, которое заставляет нас искать счастье где-то там, за бугром в Европе. Тем более, что Европа, она такая, как бы скажется, такая она, знаете, ну, такая она, там так хорошо, все там, все так красиво, там в евро зарплату платят. Но я думаю, что многие люди, которые сейчас эмигрировали туда и которые уже окопались там, даже находя работу какую-то, они будут разочарованы, в конце концов. И поэтому я бы проанализировал бы, прежде чем ехать туда, проанализировал бы, ну, риски однозначно, нахождение в Украине, они все еще остаются, потому что вы слышите, вот, звучат эти сирены. Но я бы проанализировал вот эти два слова, эйфория и паника. Я бы не стал бы поддаваться панике. Ну, сейчас, если разъехали семьи, жены туда, мужчины здесь, ну, опять же, вот мы со своей семьей, ну, как бы мы вместе держимся, в Украине остаемся. И, ну, лично наш выбор такой, что мы планируем возвращаться в Киев. Это лично наш выбор такой. Будем ли мы там безопасности? Я не знаю, честно. Я не знаю, но взвешивая риски все, я думаю, что, может быть, может быть, уже пришло время. Ну, по крайней мере, это зов моего сердца такой. И посмотрим. В конце концов, самое главное, что я в целом планирую свою жизнь не на основе только этого физического тела. То есть, мои планы выходят далеко за рамки этой жизни физической. Поэтому, в принципе, я то, что постоянно пропагандирую на своем канале по поводу обращения к Богу, духовной жизни и молитвенных состояний, это же, как бы, самое главное, по сути дела. И, в конце концов, ну, в этом смысл, знаете. Но сейчас где-то ехать, искать место, то есть, среди новых людей, в новой культуре, новый язык, в новое все это. В общем, я думаю, что многие люди просто не отдают отчет, как это сложно. И что я бы даже слово эйфория поставил бы первым, а не паника. Именно я бы поставил бы слово эйфория первым, потому что, ну, вот, складывается впечатление у многих о том, что там все будет хорошо. Ну, я не знаю, не знаю. Вот время покажет, те, кто уехал, ну, у кого-то, несомненно, что-то получится. Ну, тоже, в общем, о люди, о связи, о друзья. У меня было видео на канале на основе Чанаки Пандита, в какую страну ехать. Посмотрите, если вы его не видели, оставим ссылку в описании, если не забуду. Ну, не знаю, друзья. По поводу того, возвращаться ли с женам, с детьми сюда, ну, тоже каждый должен сам решать. Я не вправе тут, как бы, навязывать какие-то решения. Однозначно, это выбор каждого. Но, ну, как минимум, можно подождать еще недельку-другую, может быть, месяц-другой. Я не знаю. Я не знаю. Потому что, ну, строится там, вы должны отдавать отчет. Вот, еще учитывая тот факт, что тысячи-тысячи украинцев выехали сейчас в статусе беженца, там находятся. Ну, вот, я знаю, мои друзья некоторые, они возвращаются с Италии. Все, выезжали тоже там так и всяк, разными там путями, тропами, так сказать. Но сейчас возвращаются в Киев, потому что, не, не нравится им там. В Милан там все, казалось бы. Ну, не, не, не. Какая Италия, они говорят. Так, вы что, друзья, все здесь, ну, как бы, не знаю. Поэтому подумайте, пожалуйста, прежде чем вот это, поддаваться этой панике и эйфории, подумайте, пожалуйста, над этими словами. Сумбурными слегка, ну, а как по-другому? В этой сумбурности тоже есть доля живости. Поэтому я всем искренне желаю огромного счастья. Где бы вы ни находились, мы все равно вас любим. Бай-бай. 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 Продолжение следует...